Бесценный капитал российской культуры. Так назывался круглый стол, который прошел в Щелковском районном культурном комплексе. Он был организован Комитетом культуры и туризма администрации района и на нем состоялся обстоятельный и профессиональный разговор о развитии культурно-исторической среды в районе. На круглом столе с докладами выступили директора ведущих учреждений культуры. В районе действует муниципальная программа, направленная на обеспечение доступности населения к культурным ценностям. К 2019 году поставлена задача существенно увеличить посещаемость музейных учреждений, поднять количество выставочных проектов, на треть расширить долю представленных зрителю музейных предметов основных фондов, поднять уровень фактической обеспеченности населения услугами библиотек. В своем докладе председатель Комитета культуры и туризма администрации района Наталья Чуйченко сообщила, сколько творческих коллективов в районе имеют звания народного и образцового. В последние годы была, наверное, увеличилась показатель по обману населения к культурами народного и общества. По сравнению с 2015 годом, он вырос почти на 2000 человек. В 2015 году успешно подтвердили звание народного и образцового пять культурских коллективов в районе. В 2016 году звание народного присвоено еще одному коллективу. Таким образом, на сегодняшний день в Золотом-Куршевском районе составляли 17 коллективов со званием народного и образцового. Наталья Богданова, директор Щелковского историко-краеведческого музея, проанализировала роль музейного пространства как значимого ресурса развития общества и культуры. Она отметила, что создание внутри музея специального подразделения для развития сферы туризма перспективно и должно соединить в себе несколько направлений. Музейное дело, концертно-театральные выступления и экскурсионную деятельность. На эту тему директор музея предложила провести еще одну дискуссию в рамках следующего круглого стола. Организация нового музея в сохранении исторических памятников и объектов архитектуры прошлого и настоящего, развитие туризма в районе и участие в этом не только музея, должно стать тема еще одного круглого стола. Я предлагаю это. Помимо обсуждения культурно-досуговой деятельности учреждений культуры, на круглом столе шла речь и о выполнении программы по обеспечению доступной среды для людей с ограниченными возможностями. О том, что эта проблема в Дворце культуры имени Валерия Чкалова решится в ближайшее время, рассказал его директор Рашид Муляков. В этом году, в третьем квартале, мы планируем, чтобы наше учреждение стало полностью доступным. То есть мы запланировали установку пандуса и меняем двери входной группы, чтобы соответствовало всем нормам. Также в том году мы применили в соответствии свой средственный зал. То есть теперь у нас для слабослышащих они могут посещать наши мероприятия. Директор Межпоселенческой центральной районной библиотеки Елена Ильенко подняла вопрос объединения читальных каталогов всех библиотек районов в единую электронную сеть. Перед нами стоит задача создания единого информационного пространства. И для этого нужно создавать общий каталог всех библиотек районов. Более реально сделать, на наш взгляд, это передав полномочия комплектования на уровень района, то есть Межпоселенческую центральную районную библиотеку. На круглый стол был приглашен депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Он отметил, что для жителей очень важно, чтобы учреждения культуры находились в шаговой доступности от их места проживания. Рядом возможность в шаговой доступности иметь культурно-досудовый центр или отдых. Вот картина, которая сегодня главный запрос к власти. Участники круглого стола подготовили и приняли резолюцию, в которой ставятся задачи культурного строительства в районе и формулируются пути их решения. В ней, в том числе, работники культуры высказывают поддержку созданию туристического кластера, важной составляющей развития въездного и внутреннего туризма в нашем районе. Андрей Цехадович, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».